Скажу, все равно нам надо добавлять в атаки. Мы делаем, да, у нас реализация бросков, вроде бы хорошая. Мы сделаем 15 бросков за игру, опять дисциплину удалить. С сегодняшнего дня начали уже включать штрафную систему, то есть, чтобы ребятам не казалось это все сладко, не все просто так. То есть, дешевое удаление будет наказываться, наказываться строками, финансово будет наказываться. Ну, практически это и ломает игру. Сразу начало, сразу дешевое удаление, использование удалений соперникам, и ломается игра. То есть, ничего не предвещало, в принципе, по первому периоду, да, мы знали, что будет локомотив идти активно. Этот натиск сдерживали, хорошо там оборонялись. Те даже моменты, которые они создавали, мы плотно играли в центре зоны, ну, особых угроз не было для ворот, да. Те немногочисленные атаки, которые мы совершали, тоже на реализовании. Второй период провели здорово за счет активности. Соперник стал, нашей активности соперник стал удаляться. Мы использовали свои шансы, справились в счете. Ну, поговорили с увядом после второго периода. Ну, вышли сразу, пропустив гол. И, соответственно, то удаление там, которое было... Я не беру гол, который в пустые ворота. Ну, опять же, удаление, матч проигран. По ребятам говорю, что для нас чемпионат начинается уже не сегодня, он уже для нас начался. То есть надо повышать ответственность за свои действия на льду. Потому что те дешевые удаления, они приводят к такому результату. То есть одни ребята играют, одни сидят. И поэтому надо, еще раз говорю, повышать ответственность за такие моменты. Хорошо сыграли второй период, потому что были активнее, зарабатывали удаление. А в час, наоборот, у нас 14 минут штрафа. То есть в первом периоде мы удалялись. Мы играли, ну, понятно, соперник играл у нас в зоне, мы оборонялись. И в третьем периоде. То есть основную долю удаления мы получили в первом-третьем периоде. Из этого и результат. То есть мы в третий период проиграли. То есть, понятно, одни, говорю, свежие, одни уже уставшие, одни играют в меньшинстве, одни сидят. Это тоже накладывается. И поэтому те игроки, которые сидят, может, в большей степени не могут проявить себя, потому что они холодные. А те, кто постоянно играет, где-то, может, и подседают. То есть вот этот дисбаланс, он выливается в результат. Так что, ну, будем добавлять, будем добавлять в атаки. Будем, еще раз говорю, будут очень серьезные санкции вводиться. Потому что, ну, чтобы повысить ответственность. Судя по тому, что вы говорите о повышении ответственности в части удалений, это причина именно все-таки в дисциплине игроков, а не в их, например, физических кондициях? Ну, я не думаю, что в физических кондициях. Просто в некоторых моментах, то есть игроки совершают ошибку, хотят ее исправить. То есть именно индивидуальную ошибку совершают, хотят ее исправить и зарабатывают удаление. Ненужное удаление. Хотя, ну, ошибся, ничего страшного. То есть, ну, исправить можно и по-другому ошибку. То есть стараются именно индивидуально ее исправить и приводят это к удалению. Опять же, к ненужному удалению. Но ошибаются, опять же, за счет где-то, может быть, неправильного действия всего. То есть где-то усложняют сами себе работу, можно сыграть попроще. Усложняют, ошибаются с зарабаткой удаления. Вот и... Впереди турнир в Санкт-Петербурге. После него практически не будет времени для того, чтобы что-то уже подправить, подшлифовать. Какие у вас ожидания от турнира? И какова ценность будет у результатов этого турнира? Насколько он показателен будет? Ну, ценность результата, во-первых, я говорил уже, что нужно повысить ребятам ответственность. Это раз. Во-вторых, мы уже с первых игр начинаем ребятам доносить, что каждую игру, неизвестимо от ранга, встречи, мы должны играть на победу, какая бы она ни была. Потому что проходных матчей в чемпионате не будет. Все будут решать свои задачи. И там, где любая мелкая ошибка, любая доля ошибки может привести к поражению. Ну, еще раз говорю, каждый матч на том же турнире мы будем играть на победу. Как, в принципе, мы и сегодня выходили, но опять говорю, все, с сегодняшнего матча уже включили эти санкции штрафные. Мы уже ребятам объявили, чтобы это тоже было для них не новостью. И конкретно перед турниром все это еще перенесем на бумагу, чтобы команда играла ровно. То есть это показала игра с той же Сибирью, когда мы сыграли дисциплину на 4 минуты штрафа было. То есть команда держала темп весь матч, никто по большому счету не выпадал так сильно. Все были одной командой, все были в движении, все в хорошей динамике. Ну, да, ничья, но по булитам выиграли. Тем не менее, сегодня матч удавался, еще раз говорю, первый период. Может быть, что мы с автобуса, с дороги немножко долго втягивались, но второй период показал, что хорошее движение у нас было, создали достаточно моментов и забили голы. Ну, вот, говорю, нас подвела опять же дисциплина, дисциплина удаления. Сегодня на лед не вышли Игорь Герайский и Доминик Фурх. С чем это связано? Просто ли дали ребятам отдохнуть или у них какие-то трудности? Ну, Доминик у нас приехал только 14-го вечера, он пытался одну тренировку, тем более он сыграл у нас три матча в Финляндии. И в ту же очередь нам надо проверить наших других вратарей. То есть, сегодня Сергей, я считаю, отыграл тоже неплохо. А Игорь Герайский, ну, тоже надо проверить еще игроков, которые у нас на просмотровых контрактах. То есть, Игорь Герайский, ну, понятно, он у нас в МХЛ, но это не говорит о том, что он ему железное место составит. Сейчас мы будем все равно на рынке, работаем, ведется все равно селекционная работа. То есть, так что они чисто не поехали из-за того, что у нас игроки, которых нам еще нужно посмотреть. Игорь Герайский